В Павлодаре стартовал конкурс IT-граффити. Стены десяти трансформаторных подстанций города будут украшены изображениями, основная тематика которых – информационные технологии. Конкурс организован Центром развития информатизации области. Для нашего города это уникальный проект. Это конкурс для популяризации цифровизации и IT-технологий средней молодежи с помощью более современного вида искусства, как IT-граффити. И мы, получается, проводим этот конкурс по Павлодару. Наши художники будут разрисовывать трансформаторные будки для облагораживания города. Наш конкурс будет проводиться с 20 июня по 30 июля. И, получается, у нас будут участвовать команды профессиональных граффити художников. Темами иллюстрации были определены искусственный интеллект и будущее, кибербезопасность и защита информации, социальные сети и цифровая коммуникация и другие. Я бы сказала, что сейчас граффити – это наиболее современное решение для связи с молодежью и для распространения насущных проблем, для распространения нашей идеи, для распространения цифровизации Казахстана и для того, чтобы мы вошли в новое будущее. Участие в конкурсе принимают художники из всей области. Чтобы посостязаться друг с другом в искусстве граффити, они отправили эскизы своих работ. Те, кто прошли отбор, сегодня были приглашены на церемонию открытия. Наша команда делает «Делаем арт сейчас», ранее – это «Майстайл». В городе достаточно много наших работ, их можно видеть и на фасадах, и на частных территориях. Из такого яркого, допустим, это «Маяк» на Катаево, против 14-й школы, это ряд «Муралов», которые на Катаево-Ломово, опять же, «Биркучи», ну, это если на домах брать. До этого были 3D-рисунки на набережной, мы рисовали, ну, и, в принципе, таких работ много. Команда «Антона» была создана в 2008 году. За годы своего существования они успели поучаствовать в похожих конкурсах регионального уровня и в России. Наконец-то у нас в городе что-то будет веселое происходить в этом плане, потому что, ну, по Владар, по опыту, он наименее, наверное, разукрашен из всех городов Казахстана. Не отрицается, что среди горожан найдутся и те, кто сочтет такое творчество вандализмом. Для профилактики уничтожения рисунков центром развития информатизации будут созданы группы, которые будут проверять их состояние. Инструменты для создания иллюстраций предоставляются организаторами конкурса. Победители ждут почетные грамоты и денежные призы. Анастасия Ерш, Арман Якубов, Ертыс Акпарат.